В этом году страна отметит 70-летие победы над фашизмом. Она ковалась и руками Бориса Ильича Ермилова. В родном АллатРа ветерана знают многие жители. Он работал учителем, а потом и директором местной школы. В годы войны он служил в морской авиации на Дальневосточном фронте. С героем Великой Отечественной познакомились и мои коллеги. Для него всегда первым делом были только самолеты. Ему удалось попасть в летную школу еще в юности, хотя это было и непросто. На одно место претендовали более 40 человек. Но во время отбора Борису Ильичу удалось буквально поразить экзаменаторов. Я ни бумагу не взял, ни карандаш не взял. Я говорю, давайте любой вопрос по математике я вам сходу отвечу. И тогда они меня сразу, а одна говорит, так, и я говорю, нет, меня в морской ясоке. Там морская форма была самая, и три года служить. Молодой специалист, который выучился на борт радиста и стрелка, был определен на Дальневосточный фронт. Говорит, что часто его группе приходилось совершать рейды во вражеские позиции. Это были по-настоящему опасные вылеты. Однажды во время прыжка с подбитого самолета у него не раскрылся основной парашют. Запасной летчика не подвел, и он опустился на землю живым. Еще один случай Борис Ильич вспоминает с содроганием. После взлета самолета, который был переполнен опасным грузом, его пилот упал в обморок. С одним я летал, он с пяти тысяч потерял сознание, кормили плохо. Он язык на баранку положил, понимаете, и в левый крен как дал. А штурман был еврей Кардер, Борис тоже, как и я. А эта машина была, вот, Ил-3, Ил-4, она двухштурвалка. Этот зачехленный был роль управления с правой стороны у него в кабин. И вот он его расчехлил, вставил и перед водой буквально выровнял машину. Сделал на горизонт. И этот пилот очухался, очухался пилот. Ну, ушли мы, задание не выполнили. Борис Ильич во время полетов отвечал за связь и охрану самолета. Не раз его группу посылали в ночную разведку. И задание считалось выполненным, если полностью я сфотографировал объект, куда мы что-то делали, и штурман. У него тоже АФА был, и у меня АФА. Вот мы двое, я с одной стороны, он с другой стороны. И сравнивает, когда после полета раз, два, три, его в один кабинет, меня в другой кабинет, пилота в третий кабинет. Во время войны с фашистами он выполнил более 150 боевых вылетов. За проявленное мужество его наградили медалью и орденом Великой Отечественной. В мирное время Борис Ильич выбрал педагогику, работал учителем и директором. И теперь часто приходит в школу, чтобы рассказать о своих подвигах молодым. Медрик Валев и Николай Яковлев. Республика.